В Калининграде обнародовали секретные материалы, которые могут вызвать в обществе новый приступ янтарной лихорадки. В истории болезни расследование первой госкомиссии СССР по поиску янтарной комнаты. Советские ученые были уверены, немцы не вывозили сокровищницу из Кёнигсберга, а просто надежно спрятали в подвалах бывшего королевского замка. Вероника Николаева прочла исторические отчеты. Для поисков янтарной комнаты потребуется один взвод саперов и два взвода солдат. Об этом в пояснительной записке начальству пишет секретарь Калининградского обкома партии Вениамин Королевский. Он же руководитель первой государственной комиссии Советского Союза по поискам янтарной комнаты. Десятки писем, протоколы допросов немецких военнопленных, воспоминания очевидцев. Все эти и другие уникальные документы из личного архива Королевского связаны с поиском янтарной комнаты в 1950 году на территории бывшего королевского замка. Последнего местонахождения янтарных сокровищ. Обнаружен подвал, уходящий на три этажа вниз, полное обследование которого не проведено ввиду заполнения его на два этажа проточной водой. Трехэтажные подвалы. Где-то же они сохранились сейчас, эти подвалы. Позже было еще несколько экспедиций на руины замка. Почти все они основывались на материалах, собранных комиссией Королевского. Результатом стало множество уникальных находок. Среди них целая коллекция древностей и знаменитого музея Пруссия. До 2008 года историки не теряли надежды выйти на след янтарной комнаты. Последний раз подвалы Королевского замка исследовали при помощи георадара. Тогда археологам удалось обнаружить подземный ход, ведущий по направлению к реке Приголе на глубине примерно 15 метров и несколько помещений прямоугольной формы. Но внутрь попасть никто не смог. Главный калининградский археолог Анатолий Валуев объясняет, все дело снова в нехватке средств. Пока обследована только треть замковой территории. Дальнейшие работы пришлось остановить. Чтобы сохранить объект культурного наследия, надо провести консервационные, реставрационные работы. Но пока не решен вопрос, а где же и кто должен выделить деньги на эти работы. Архивные документы, долгое время хранящиеся под замком, переданы в фонды Калининградского историко-художественного музея. Директор музея Сергей Якименко уверен, все это время искали янтарную комнату не напрасно. Изъято 24 килограмма золота, 2,5 тонны серебра, 1,5 килограмма драгоценных камней. Их поступление еще возможно за счет скрытия хранилищ и сейфов, находящихся в разрушенных и засыпанных зданиях.